46% опрошенных россиян решили в этом году не уходить в очередной отпуск, говорится в многочисленных опросах. При этом 37% респондентов ответили, что отпуск обязательно возьмут. А еще 17% опрошенных пока так и не определились с планами на отдых. Как же жители нашего города решили провести лето? Остались в Рязани или отправились путешествовать? В Рязани остались практически. Ездили немножко в соседнюю область, там у родственников отдохнули. За городом какую-то часть были, какое-то время были в городе. Остались. Мы любим свою Рязань. У нас путешествия и тут. Мы редко далеко ездим. Ну, были мы на море несколько раз, но мы все равно предпочитаем отдых дома. В Рязани, в Салойчу посещал часто. Но в основном за пределы Рязанской области не выезжали. Стоит отметить, что на выбор отправиться в путешествие или остаться дома повлиял и доход жителей. Впрочем, те, кто остались летом дома, в большинстве довольны отдыхом. В конце того года планировали, что поедем куда-нибудь отдыхать. Но в связи с изоляцией планы применялись и решили остаться в районе. У нас просто родители за городом живут. И как бы, ну, с ребенком получше на свежем воздухе, чем в городе-то, в деревне-то лучше. У нас выбор не стоял. Мы и не собирались. Просто вот сюда не пускали нас. Это да. Тут вот мы, конечно, чувствовали себя не очень хорошо, когда нам нельзя было гулять. Мы привыкли гулять по много и по дому. Многие рязанцы до сих пор находятся в поисках работы. Но это не испортило планы жителей. Многие выбрали более доступный вид отдыха. Отдых на даче как альтернативу путешествиям. Тем не менее, часть жителей нашей большой страны не смогли отказать себе в удовольствии съездить на море. Наплыв туристов во второй половине лета привел к перегруженности крымских и сочинских пляжей и гостиниц. Кроме того, популярными направлениями для отдыха остаются у туристов этим летом. Турция, Крым, Краснодарский край, Сибирь и Алтайский край. Максим Яковлев, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Крым, Краснодарский край.